Хотелось бы поздравить всех жителей нашего города с наступившими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, пожелать всем здоровья, счастья, чтобы тепло и вода всегда были в вашем доме, чтобы мы вас не огорчали. И, конечно, хотелось бы извиниться перед жителями за предоставленные неудобства в новогодние каникулы, но хочу отметить, что мы делали все для того, чтобы вас не огорчать. Зимние каникулы у нас, как и в прошлом году, и в позапрошлом году, прошли в рабочем режиме. Кроме того, что, как всегда, у нас случаются коммунальные аварии, в этом году мы еще были генеральным подрядчиком в городе по расчистке дорог. Все дороги и общего назначения, внутриквартальные, тротуары, все это была наша работа. Я считаю, что мы справились довольно-таки неплохо. В крайнем случае, мы старались. Техника вся выходила вовремя, люди работали. И, кроме этого, мы старались, чтобы и около домов было и почищено, и мусор убран. Старались, чтобы не затянуть с устранением аварий, чтобы жители не ощутили, что в какой-то момент у них отключили холодную воду, в какой-то момент горячую воду. Ну, а более подробно по авариям расскажут наши руководители подразделений. Многие коммунальные аварии не произошли бы, если бы что-то не случилось у вас на фильтровальной станции. Вот расскажите поподробнее, что произошло, когда произошло. Вечером 29 декабря 2015 года в городе по улице Красноармейска произошло возгорание частного жилого дома. Поэтому мне на сотовый телефон поступил звонок ориентировочно в 20-30 минут от диспетчера предприятия с просьбой повысить давление питьевой воды в город для локализации и ликвидации данного пожара. После увеличения давления до 7-6 атмосфер в город, примерно ориентировочно, в пол-одиннадцатого вечера произошел порыв на трубопроводе диаметром 500 мм на фильтровальной станции водовода номер один. 30-го числа 12-го месяца 2015 года был разработан план мероприятий по устранению данной аварийной ситуации и были проведены подготовительные работы, вследствие чего был произведен демонтаж верхнего слоя утеплителя камеры, где находятся узлы учета давления и расхода питьевой воды в город. Данная работа была запланирована на 9 утра 31-го числа по ликвидации аварии. В связи с резким понижением температуры ниже 28 градусов Цельсия в камере произошло обмерзание импульсных линий, которые именно отвечают за давление питьевой воды в город. В следствии чего произошло резкое, поскольку регулирование давления водоснабжения города Верхняя Солда происходит в автоматическом режиме, произошло резкое увеличение давления питьевой воды в город и произошел гидроудар в городе. В связи с данным гидроударом в городе произошло большое количество порывов на трубопроводах. От лица работников участка фильтровальной станции просим большое извинения перед жителями города за причиненные неудобства. То есть если бы сделали накануне вечером, такого бы ответа не получили, да? Накануне вечером было сделать нельзя, потому что 30-го числа мы сначала выявляли причины, выявляли причины места возникновения данной аварийной ситуации. Уже после обеда около 4 часов было обнаружено именно место, где произошел порыв, ну и был разработан план мероприятий для отключения водовода. Поэтому данная работа по устранению аварий была назначена на 31-го число на 9 утра. Вот когда мы выявляли вот данную аварию, у нас выявились очень такие вот факты, которые работники, которые работали там, не смогли предвидеть даже. Вот это было самое такое. Вот и, ну например, значит, вот эти указатели давления, манометры всякие эти, приспособления, они оказались в единственном числе. И товарищи, вот, которые там работают, они ориентировались именно на этот манометр. Пока до них дошло, ну они стали обстановкой, разбираться, пока дошло до них. В чем все-таки причина? Время ушло. 31-го числа, после произошедшего гидроудара, значит, было утром собрано, получается, у нас совещание с присутствием глав экстренно. И, в общем-то, сразу приступили к ликвидации аварий. Аварии у нас произошли крупные. Это Карл-Липнихта-1, Красноармейская-109, Восточная-22 и Народной стройки-1. Все бригады, плюс дополнительно бригады, выделенные службой теплосилового хозяйства, были направлены на устранение этих аварий. Трудились до 9 вечера. Люди уже, в принципе, домой попали в 10 вечера. Ну, никто не дрогнул, никто как бы не спасал. Я думаю, что службы, аварийные службы сработали. А какие работы были проведены конкретно? Непосредственно были проведены раскопки, найдены были порывы. Порывы были на водопроводе ни в одном, ни в двух, а там в некоторых местах, там до трех, до четырех было мест. Это все места заваривались. Водоводы большие, но у нас нет технической возможности было на тот момент менять большими какими-то там участками. А сейчас нужны какие-то дополнительные работы, чтобы вот на этих участках больше не произошло на них же? В данный момент все сети, получается, холодного водоснабжения, в общем-то в критическом состоянии. Пациентов 80, это износ. Но об этом мы говорим не первый год. Средств выделяется мало на замену, но и в принципе занимаемся только устранением аварийных ситуаций. То есть не капремонтами, а устранением аварий. В январские каникулы тоже много было аварийных ситуаций, и не первый раз происходят аварии по улице рабочей молодежи в районе бани. Вот что там за ситуация? На улице рабочей молодежи получает у нас водовод 64-го года. Ремонт производим только аварийные мы ремонты, капитального не производилось вообще. То есть места разрывов в районе магазина «Мегастрой» постоянно. И требует, уже требует сейчас, и его замена требуется. Есть у нас подготовлены и сметы, рассчитаны, но нужны средства. А сколько средств нужно? Ну, хотя бы для замены самого больного участка, как минимум, около 4 миллионов. Хотелось бы добавить, что в утвержденных тарифах на водоснабжение по статье «Капитальный ремонт» предусмотрено средств всего 3,5 миллиона рублей. Это средства на капитальный ремонт сетей водопроводов, на участок подъема, на участок фильтровальной станции и на все скважины. Конечно, этого недостаточно. То есть дополнительное привлечение средств приводит к созданию убытков на предприятии. Я предлагаю к финансовым вопросам приступить чуть позже, а сейчас все-таки закончить тему аварийных ремонтов в новогодние каникулы. И раз мы обсудили проблему аварийной ситуации на холодном водоснабжении, нельзя, конечно, сказать и о тепле. Все ли были у нас салдинцы с теплом в эти дни? Ну, 2015 год по подготовке к зиме был не самый легкий. После проведенных гидроиспытаний у нас были проведены капитальные ремонты силами подрядных организаций, то есть примерно 4,5 километра, и собственными силами около 2 километров. Хотя именно объема средств на текущие капитальные ремонты не хватало, пришло, ну, мы вышли из положения. Ну, новогодние каникулы, аварий было не так уж и много. Ну, 2 числа у нас была аварийная ситуация в районе дом Восточная, 17. У нас система отопления, ГВС. Аварийная ситуация была быстро устранена. Отключение теплоснабжения было только всего 2 часа в этом доме. Потом 4 числа аварийная ситуация, общежитие номер 7, под отключение попали 2 жилых дома, банк Москвы и детский сад Мишутка. В течение суток тоже авария была ликвидирована. Следующая авария произошла 8 числа, это на молодежном поселке. Ну, под отключение попали 3 дома, молодежного поселка 100, 101, 102. Время отключения было 3 часа. То есть люди работали, аварийные ситуации локализовывались быстро. Молодежный поселок, это проблематично, там все сети очень изношенные. В этом году был проведен капитальный ремонт на молодежном поселке, ну, только одного участка, порядка, наверное, 300 метров. А весь молодежный поселок, довольно-таки старые сети. И нужно производить полные капитальные ремонты, менять и горячее водоснабжение, и отопление. Насколько у нас исправно внутридомовое хозяйство? Были ли какие-то случаи чрезвычайные именно в домах многоквартирных? Особых катастроф у нас не произошло. К счастью, в период праздничных каникул, как всегда была организована работа нескольких участков в дежурном режиме, и не только, но устранение аварийной ситуации. За прошедшие дни поступило порядка 113 заявок, вот за эти 10 дней, которые были выполнены. Ну, были случаи, естественно, в связи с низкими температурами, перемерзания стояков. Ну, все это отогревалось, своевременно старались реагировать незамедлительно на все поступающие заявки. Особые опасения у меня вызывают, конечно, бывшие общежития, это многоквартирные дома, так называемые сейчас. То есть там тоже было большое количество перемерзаний вследствие отсутствия остекления, которые регулярно выбиваются проживающими, гостями и прочими лицами, которые там находятся. Вот хотелось бы на это обратить внимание собственников, чтобы они следили за своим оборудованием и не допускали этого. Ну, и люди, конечно, работали на износ в эти морозы. В службе эксплуатации и ремонта домового оборудования было организовано две бригады на весь город ежедневно, это 8 человек и 3 человека. В дежурной службе тоже, то есть 11 человек ежедневно выходило на работу и обслуживали весь город. Плюс две единицы транспорта. Порядка 10 человек, это ремонтная служба была со стороны водоснабжения, да, плюс, конечно же, транспорт. Не менее, не менее. Плюс та техника, которая уходила на расчистку дорог. Еще плюсом, это 5-6 единиц. Ну, на все аварии у меня организованы были работы. Порядка 8-9 человек. Слесаря, электрогазосварщики, ну и руководящие лица, естественно. Постоянное взаимодействие было со службами Ростелеком, горсети, потому что при раскопках нужны согласования. Горгаз. Горгаз. Как видно было из ответов, что нужна модернизация, нужна модернизация сетям, и внутридомовое хозяйство требует ремонта. То есть все требует ремонта, и на все нужны средства. Вот где их взять, когда предприятие само должно, несколько, наверное, миллионов, каким-то организациям, но и наверняка есть долги у солдинцев, у физических лиц, у юридических лиц. Вот сколько должно у ЖКХ само, и сколько должны граждане предприятию. По состоянию на 1 января 2016 года наше предприятие имеет кредиторскую задолженность, то есть то, что мы должны поставщикам энергоресурсов за налоги в пенсионный фонд 239 миллионов. Поставщикам энергоресурсов мы должны 86 миллионов, по налогам мы должны 72 миллиона, по страховым взносам в пенсионный фонд 61 миллион рублей. Но если данную задолженность сравнивать с задолженностью 2014 года, то есть по состоянию на 1 января 2015 года, то наша задолженность уменьшилась на 60 миллионов рублей. Основное уменьшение у нас произошло, это по снижению затеры. У нас хорошо снизилась задолженность, с энергосбыт плюсом мы поработали. На сегодняшний момент у нас задолженность составляет 21 миллион, эта задолженность урегулирована графиком. Текущей задолженности мы не имеем перед энергосбыт плюсом, мы ее гасим в соответствующие сроки. Перед Урал с Севергазом у нас вообще отсутствует задолженность, перед промышленной энергетикой у нас также отсутствует задолженность. Задолженность перед Урал углезбытом за уголь у нас в настоящий момент 3 миллиона рублей, но данная задолженность у нас не просроченная. У нас установлен график оплаты данному поставщику. Оплата производится также в установленные сроки. Имеется задолженность 57 миллионов рублей перед корпорацией ВСМПО «ВИСМА» за газ и теплоэнергию. По налогам и сборам у нас задолженность также уменьшилась, пусть немного, 2 миллиона рублей, но в сравнении с 1 января 2015 года она у нас уменьшилась. Также хочется отметить, что в декабре 2015 года у нас проплачено 15 миллионов налогов плюс 2 миллиона по страховым взносам в пенсионный фонд. Что касается пенсионного фонда, то в сравнении с 1 января 2015 года у нас задолженность по пенсионным взносам увеличилась на 22 миллиона. Но повлиять на очередность платежей, которые у нас направляются в банки, мы не можем. В банке у нас картотека. Те платежи, которые поступают, они выстраиваются в календарной очередности, поэтому в настоящий момент у нас гасятся налоги. Как только произойдет гашение налогов, которые выложены, у нас начнется гашение пенсионного фонда. Но это ориентировочно где-то в феврале месяца. Мы планируем начать гасить пенсионный фонд. В прошлом году нашумевшая информация была по банкротству ЖКХ именно в связи с отсутствием налоговых поступлений. Изменилась ли как-то ситуация? Как такового дела не было. Решение к нам до настоящего момента так и не поступило. Нас вызывали на комиссию в Екатеринбург по урегулированию задолженности. Там как бы говорили, что существует задолженность, которая якобы будет определена банкротным этим делом. Она в сумме 19 миллионов рублей. Вот из нее у нас 15 миллионов уже погашено. Осталось 4 с небольшим миллиона. Но я думаю, что мы в течение вот этой недели и начале той эти суммы налогов погасим. В прошлом году возобновилось соглашение между ЖКХ и корпорацией ВСМПО «Ависма» о вычете из заработной платы средств за коммунальные услуги. Все-таки что лучше для ЖКХ? Живые деньги, которые салдинцы несли в кассу предприятия? Или вот массовое перечисление, которое делает ВСМПО за своих сотрудников? Да, у нас соглашение действует с сентября 2015 года по удержанию из заработной платы работников корпораций ВСМПО «Ависма». Я считаю, что данное соглашение положительно влияет в той степени, что, во-первых, это и для населения удобно, не бегать, не платить им, а уже из заработной платы удержали. Ну и в свою очередь и нам тоже удобно, потому что по состоянию на 1 января 2015 года, то есть в сравнении с 1 января 2015 года задолженность перед ВСМПО корпорация «Ависма» у нас уменьшилась на 31 миллион. По долгам, я думаю, что все равно нужно платить, и поэтому данное соглашение положительно влияет. Население имеет задолженность перед нами по состоянию на 1 января 2016 года в размере 89 миллионов рублей, организации – 21 миллион рублей. Но в сравнении с 1 января 2015 года данная задолженность, конечно же, увеличилась. Увеличилась по организациям на 10 миллионов рублей. Это у нас большое увеличение составила центральная городская больница, нам не оплатила в этом году, в конце года, как обычно они делают. И, конечно же, вот даже мелкие предприниматели, которые как бы небольшие суммы имеют, у нас получилось, что они являются задолженниками. И вот общее увеличение составило 10 миллионов. Проводится работа исковая. Было подано более 600 исковых заявлений. Из них 98% удовлетворены в полном размере. Те 2%, которые не удовлетворены, это отозваны нами в связи с полной уплатой задолженности, либо небольшое количество по тем платежам, которых прошел срок исковой давности. Те исковые заявления, которые у нас удовлетворены, мы отправляем в службу судебных приставов. Служба судебных приставов работает с данными должниками. Даже с пенсионным фондом мы сейчас в настоящий момент работаем. Налагаются взыскания на пенсии населения. То есть из пенсии также производится удержание. По организациям у нас также проводится исковая работа. У нас подаются иски в арбитражный суд. Все в полном размере иски удовлетворены. То есть вот так. В последнем номере газеты «Новатор» было объявление об увеличении тарифов. И еще раз хотелось бы, чтобы вы разъяснили жителям Верхней Салты по счетчикам. То есть сейчас увеличится в разы оплата за воду для тех граждан, которые не установили счетчики. Вот такой большой вопрос. 1 июля 2016 года произойдет очередное увеличение тарифов на коммунальные услуги. Тарифы увеличиваются ежегодно в связи с тем, что растут цены на энергоносители. Это газ, электроэнергия, уголь, промышленная вода. Увеличивается стоимость горючих смазочных материалов, строительных материалов, услуг и работ по обслуживанию оборудования. Тарифы утверждаются региональной энергетической комиссией Свердловской области в рамках, в пределах установленного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги. Согласно указу губернатора Свердловской области 23 ноября 2015 года, номер 561 УГ, предельный индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Верхнесалдинскому городскому округу с 1 июля 2016 года составит 8,2%. Согласно тарифам, утвержденных муниципально-мунитарному предприятию, средний рост платы граждан за коммунальные услуги в сопоставимых условиях, то есть это при равных нормативах, при равных объемах потребления коммунальных услуг составит 103,3%, максимальный 106,6%. Увеличение тарифов с 1 июля 2016 года произойдет для законопослушных граждан, которые своевременно установили приборы учета. Для тех же, кто не выполнил требования 261-го федерального закона об энергосбережении и не установил счетчики, увеличение платы произойдет уже с 1 января 2016 года. Постановлением РЭК Свердловской области от 25 ноября 2015 года номер 167 ПК утверждены новые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению с учетом повышающего коэффициента 1,4 к базовым нормативам. То есть, если в декабре месяце повышающий коэффициент составлял 1,2, то с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года он уже будет 1,4. Следовательно, объем коммунальных ресурсов по холодной и горячей воде для населения, не установивших приборы учета, увеличится на 20%. А следовательно, увеличится и стоимость потребления по этим услугам. И если брать уже в денежном выражении, то для тех, кто не установил приборы учета, вот с января по сравнению с декабрем плата на одного человека увеличится на 86 рублей. Получается, по однокомнатной квартире с двумя проживающими увеличение будет составлять, вот именно за счет увеличения нормативов, 173 рубля, по двухкомнатной квартире 259 рублей, это средняя стандартная квартира, по трехкомнатной квартире 345 рублей 28 копеек. Что касается жилищных услуг, жилищные услуги у нас, тариф на содержание и эксплуатацию жилищного фонда не менялся с 2012 года и составляет на сегодняшний день 11 рублей 80 копеек. Но в администрацию уже на рассмотрение поданы расчеты на увеличение тарифа на содержание жилищных услуг. Планируется к утверждению тариф 14,19 за метр квадратный, плюс там отдельно будут приписаны тариф на уборку помещений, мест общего пользования, тариф на лифт и так далее. Но тариф вступит в действие спустя 30 дней с момента опубликования. Тариф утверждается постановлением администрации для тех собственников, которые не выбрали свой тариф на общем собрании и для нанимателей жилищного фонда. То есть жители могут, если они не установят свой тариф на общем собрании, то к ним будет применяться данный тариф. Еще с 1 января 2016 года увеличивается взнос на капитальный ремонт. Вот если в 2015 году он составлял 8 рублей 20 копеек, с января 2016 года он будет составлять 8 рублей 52 копейки. Вот такое увеличение нас ожидает в 2016 году. У нас на предприятии 2016 год объявлен годом жизни в бюджете. Мы будем стараться, чтобы не наращивать новых долгов перед налоговыми службами, перед ВСМПО, будем стараться работать в рамках тарифа. Хочу отметить, что администрация города тоже как бы идет нам навстречу. Вот в 2015 году нам выделено 23 миллиона на реконструкцию, модернизацию котельной номер 3, что тоже приведет к своим экономическим положительным эффектам. На 2016 год по предписанию Ростехнадзора нам было предписано поменять дымовые трубы на котельных. Это как бы тоже очень накладно. Порядком 8 миллионов по счету у нас уже имеются проекты. Также администрация и дума Верхнес-Алдинского городского округа пошли нам навстречу. И эта сумма запланирована нам на выделение. Поэтому я думаю, что совместными усилиями, усилиями граждан, которые откликнутся и придут к нам в кассу и заплатят, погасят свои долги с помощью администрации и думы Верхнес-Алдинского городского округа, и нашими общими усилиями 2016 год мы проработаем не хуже 2015 года. Я хочу сказать, что коллектив у нас работоспособный. Все как бы настроены на результат, все настроены, чтобы работать в дружной команде. И думаю, что это приведет только к положительному мнению о нашем предприятии, к положительным результатам. И будем стараться на благо города, на благо жителей.